Здравствуйте, мои дорогие друзья! Самые прекрасные на свете зрители! Я продолжаю обзор предновогоднего блошиного рынка ретро на заводе Кристалл. Но сегодня я расскажу вам о посуде в отделе фикс прайс, самого дешевого ценового сегмента. И начну я, пожалуй, с посуды, которая обычно стоит 100 рублей, но сегодня ее можно было купить за 50 рублей. Но это в основном посуда времен СССР. Посмотрите, по 50. Какие чудесные маленькие кофейные чашечки. Просто красота! С такими ручками. Тоже по 50 рублей. Такая красота. Вот это все по 50 рублей. Вот это вот. Смотрите. 50 рублей. Очень-очень мило. А тут блюдо какое синее. Посмотрите. А это, скорее всего, у Вики, обновленный угрозный запад. Скорее всего, у вас. В обуви все пойдет. Да, красота. Потому что здесь, кстати, немножко отбито. Поэтому 50 рублей. Не знаю. Вообще красивая. Смотрите, какие блюдечка. 50. И тарелочки. 50. Да. Вот сколько старых тарелочек. Вот смотрите. Просто огромное количество старых. Очень таких интересных тарелок. Их очень много. Это все по 50 рублей. Чашки, посмотрите. Это уже, видите, старые чашечки. Красота. Ну, без блюдечек. Вот сюда вот. И тоже сюда больше. Посмотрите. И здесь очень много посуды. Старые. Посмотрите. Какие тарелки. Вот синие. Смотрите. Видите, и селедочница купила. Такой для пирожных. Селедочек. Вот селедочек. 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 Это все по 50 рублей. Смотрите. Какая красота. Замечательно. Не видно, чье это. Но вообще очаровательно. Какая красота. Какая красота. Что-то из-за пирожных. Дедушка мороз. Вот с таким блюдечком. Для оливок. Селедочек. Все по 50 рублей, а вот хохлама какая. А что, Жень, не прощается? Нет, я еще часики пойду. Нормально. Сказка. Смотрите. 2 по 50. Накладите в любое место. Я еще, может быть, подумаю, потом, может быть, что-то и все возьму. Так, сколько я набрала? Что я так много набрала? Да, немного. Так, что надо это подумать еще. Получается 3-450. Еще моя покупка. Замечательные тарелки. Конакова. Зик. Ромашки. Ну, это для дачи. Я, конечно, отвезу их обязательно на дачу. Я купила 3 штуки. Ну, в общем-то, там очень много, очень много нашей фарфор СССР. Но мне, кстати, очень нравился фарфор СССР. Я его очень люблю. Я всегда говорила про это, что я не делаю преимущество какого-то другого, даже немецкого фарфора. Я люблю наш. Но это, может быть, и не совсем фарфор. Но, честно говоря, даже не знаю. Но вот мне очень нравятся эти тарелки. Очень. Я уже представляю, как я их буду использовать. Какая красота. Ромашковое. Ромашковое. Ромашковое счастье. Ну, на даче, среди цветов, ну, что может быть лучше? Красота. Смотрите, а это у нас все по 100 рублей. Какие замечательные тарелки. Какие тарелки. Вот все такие тарелочки. Чашечки. Посмотрите, какие чашечки. Это кубки, кубки. А, и такие же маленькие. Это, наверное, под вино. Такие же маленькие. Под водочку, наверное. Кстати, эти тарелки от сервиза Арбузный. Кнакова. Зик. И художник Каковихин. Это полный комплект. Он так и был сделан. Шесть блюдец и одна большая тарелка. Но большую тарелку я не видела. А вот маленьких тарелок было много. Можно было вполне набрать. Это майолика 1979 года. И стоит она на авито, как вы видите, 5 тысяч. Весь этот полностью набор 5500 рублей. И вообще-то это сервизн канталожный. Так что поэтому вот он и стоит так. Ну а на кристалле, как вы видите, совсем другие. Кофейные, совсем крошечные. Молочник. А вот это уже чайные чашечки. Сталина и зажим. Сталина была зажима. Сталина и зажима с першего. Да? Да. Сталина была зажима. Татьяна была зажима. Царика была зажима. Чашечки, кувшинчик. Возьму-ка я для Надюшки. Не знаю, мне кажется, у нее такого нету. Да, пусть полежит. Я отправлю потом. Вот и еще одна моя покупка. Вот такой замечательный золотой чайник. Он, конечно, не новый. Это видно, что он не новый. Я его купила так дешево, а мне золотые чайники нужны. Не совсем, правда, такой, может быть, формы, какой мне нужны. Но и цвет. Но я думаю, что, в общем-то, это не так уж и принципиально. Вот, например, к такой чайной паре, которая у меня есть. Ну, неплохо, неплохо. Это не важно, что он блестит, а там все-таки матовое золото. Это допустимо. Если посмотреть клеймо, то вот такое вот клеймо. Не знаю, может быть, ирега. Вот. И, что хочу сказать, очень тяжелый чайник. Настоящий заварной чайник прекрасный. Что касается все-таки молочника, который я купила. Ну, конечно, не так там важно, чтобы сохранялось. Здесь-то важно, чтобы сохранялось тепло, да, чтобы он заваривался. Но здесь этого не надо, поэтому здесь внутри тоже золото. Тоже золото, вот с цветами. И здесь нету клейма. Ну, видите, очень изящный, очень красивый. Этот-то более такой, мне кажется, какой-то грубоватый, да, такой простой. Но это более изящный молочник. Ну, молочник, как я уже сказала, я покупала, в общем-то, для Надюши. Сейчас сразу отправлять посылку не буду. Посмотрю, что еще есть, потому что на ретро очень редко бывают молочники. Я и хотела послать, но молочники бывают очень редко. Ну, вот такой вот красивый я купила, золотой. Ну, может быть, еще к нему что-то найду. Наденька, напиши, пожалуйста, есть ли у тебя такой молочник? Так, вообще-то я покупала для тебя. Ну, и как вы знаете, что сейчас год быка, ну, он белый бык, но металлический еще. А вот это вот золото, покрытие золотом, создает такой эффект, как будто бы это из металла. Поэтому я... Вот для этого года это очень актуально. Металл. Хотела обратить внимание на вот эти вот красивые розы металлические. Вот они придают тоже такой какой-то шарм этому молочнику. Очень изящные. Ну, и золотые вещи, я думаю, что они хорошо подойдут ко всем сервизам. Потому что золото, мне кажется, идеально подходит. Вот и наступило время прощаться, мои дорогие. Увидимся очень скоро. Берегите себя и друг друга. Любви, счастья. Обнимаю вас. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok